Великобритания погрузилась в атмосферу празднования Рождества, однако эстафетную палочку народу передала именно королевская семья, которая в воскресенье посетила торжественную службу в церкви Святой Марии Магдалины. Все внимание вновь приковано не к Карлу Третьему и его супруге-королеве-консорт Камиле Паркер Боулс, которые сегодня примают всех представителей монаршей семьи в Сандрингемском дворце, а принц Уильям и Кейт Мидлтон вместе со своими детьми принцами Джорджем, Луи и принцессой Шарлоттой. Для семьи Уэльских это первое Рождество в новом статусе, более того, для принца Луи это также дебютное появление на публике во время посещения праздничной службы. Для торжественной рождественской прогулки Кейт Мидлтон выбрала приталенное платье пальто цвета хвои и шляпку в тон, принцесса Шарлотта предстала перед публикой в бордовом наряде. А вот мужская половина семьи, в особенности принца Уильям и Джордж, отдали предпочтение темно-синим классическим костюмам с белой рубашкой и пальто. Юный Луи также придерживался темной гаммы, однако вместо брюк на принца были шорты, гольфы и расклешенное к низу пальто. Король Карл III и королева консорт Камила Паркер Боулс берут на себя новые обязанности, так как супруги стали полноправными хозяевами Букингемского дворца и отныне балом будут править только они. После кончины королевы Елизаветы II было принято решение сохранить давние традиции британской короны, одна из которых – государственный обед в Букингемском дворце в преддверии Рождества. Однако это мероприятие претерпело некоторые изменения. В этом году король и королева консорт принимали торжество в Виндзорском замке. На праздничном обеде присутствовали королевская принцесса Анна со своим супругом сэром Тимом Лоуренсом, принц Эдвард с графиней Софью из Секской, Зара Тиндал с мужем Майком Тейенда ЛЛОМ, а также принцесса Кентская и герцог Кентский. Также на мероприятии были замечены принц Уильям, принц Уэльский с супругой Кэтрин, принцессой Уэльской вместе со своими детьми принцами Джорджем и Луи, а также принцессой Шарлоттой. 19 декабря королевский двор Норвегии объявил о том, что Харальд В госпитализирован с инфекцией. Лечением монарха в госпитале Осло занимается его личный врач Бьерн Бенц. Сообщается, что сейчас королю внутривенно вводят антибиотики. У короля была диагностирована инфекция, которую необходимо лечить с помощью антибиотиков, поэтому Харальд В останется в Риксхоспитале еще на несколько дней, указано в заявлении дворца. В последнее время график короля Харальда В был переполнен, а за несколько дней до болезни его величества провел аудиенцию с премьер-министром Норвегии Йономом Гарстери, а также побывал на встрече членов Кабинета министров. 10 декабря король также посетил государственный банкет в честь Нобелевской премии, который проходил в Гранд-отеле Осло. Огорчает, что здоровье подвело монарха именно в преддверии светлого праздника Рождества. В Норвегии принято отмечать его 24 декабря, а королевская семья собирается в замке Холменколлин, чтобы утром посетить праздничную службу, а вечер провести за вкусным ужином, включающим блюда из жареной свинины и традиционный рисовый пудинг. Если последние два года Рождество в королевской семье будет немного отличаться от традиционного и пройдет в неполном составе, несколько лет назад все было совсем иначе, чем сейчас. После кончины принца Филиппа и королевы Елизаветы II, а также переезда принца Гарри и Меганы Майер-Кайл в Калифорнию число представителей монаршей семьи заметно поредело. В этом году в Сандрингеме, по традиции, соберутся Карл III, королева-консорт Камила Паркер Боулс, принц Уильям и Кейт Миддлтон со своими детьми, принц Эдвард, графиня Софью Иссекская, принцесса Анна, а также принцессы Беатрис и Евгения. Недавно стало известно, что герцоги Сассекские также получили приглашение от монарха на семейное Рождество в Норфолке, однако супруги решили проигнорировать жест короля и отказались приезжать в Великобританию. Однако эксперты вспоминают, что еще несколько лет назад принц Гарри охотно приезжал в любимую зимнюю резиденцию королевы Елизаветы II. А однажды Сассекский был весьма поражан подарком, который на Рождество преподнесла ему Кейт Миддлтон. Новый документальный сериал от Netflix рассказывает историю жизни герцогов Сассекских за закрытыми дверьми. Конечно же, проект не обошелся без драмы, в одном из последних эпизодов Меган Маркель со слезами на глазах рассказала о том, что чувствует угрозу своей жизни и жизни детей, арчи или лебед. Я думаю, что люди должны действительно понять, знаете ли вы, что происходит, когда вы сажаете семя ненависти, оно может вырасти в настоящую угрозу для жизни. Всего пару дней назад я просматривала руководство для нашей службы безопасности дома, и на одной из страниц, на которую я случайно наткнулась, речь шла об онлайн-мониторинге. Так вот однажды один незнакомец стал писать в социальных сетях, Меган просто нужно умереть. Кто-то должен убить ее, может быть, этим человеком буду я. Тогда я просто заставила себя успокоиться, рассказала Меган. Однако герцогиня отметила, что люди, которые жалуются на зло вокруг них, порой сами сеют ненависть вокруг. Я мама, дети, это моя настоящая жизнь. И когда я слышу, что кто-то хочет убить меня, то сразу начинаю переживать за свою безопасность и безопасность детей. Новый скандальный фильм о принце Гарри и Меган Маркель не перестает будоражить публику. В одном из эпизодов герцогиня Сосекская заявила, что представители королевской семьи никогда бы не встали на защиту Гарри, поэтому в глубине души она понимала, что это под силу только ей. Безусловно, эта новость не прошла мимо сводной сестры Меган, Саманты Маркель, которая отметила, что их отец не смотрит документальный сериал, так как его больше интересует своя жизнь, нежели времяпрепровождения Сосекских. Саманта отметила, что сейчас Томас сосредоточен на своем здоровье, ведь совсем недавно мужчина перенес инсульт. Это не то реалити-шоу, на которое нужно тратить свои нервы. Драма в королевской семье наносит ущерб его здоровью, заключила сестра герцогини. Также Саманта напомнила, что до свадьбы с принцем Гарри у нее с Меган были трогательные отношения, а вот Сосекская эту информацию отрицает, моя сводная сестра, которую я не видела более 10 лет, и тогда это было всего полтора дня, вдруг почувствовала, что она повсюду. К сожалению, чемпионат мира по футболу для сборной Англии закончился очередной драмой. Команда вылетела с чемпионата на стадии 1-4 финала, проиграв Франции со счетом 1-2. Стоит отметить, что на 84-й минуте матча у сборной «Трех Львов» появилась призрачная возможность сравнять счет, ведь команда получила право на пенальти, но капитану Харри Кейну не удалось реализовать задуманное, и он пробил выше ворот. Первым после поражения к журналистам подошел Джордан Хендерсон, который, буквально сквозь слезы, давал интервью. Футболист отметил, что сейчас самое важное для команды восстановиться психологически, а на это потребуется время, ведь игроки абсолютно опустошены. Одним из первых, кто поддержал сборную, стал именно принц Уильям, который пережил эмоции поражения вместе с футболистами. «Гаррет, Харри, вся команда и персонал сборной Англии, вы сделали все, что могли, отдав себя без остатка. Вы вложили очень много сил в этот турнир, мы все очень гордимся вами. Поднимите свои головы и двигайтесь дальше, к новым победам», — написал Уильям. В январе 2020 года королева Елизавета II объявила, что принц Гарри и Меган и Майер Каэлл переезжают в Калифорнию и отказываются от статуса главных представителей монаршей семьи. Сегодня в королевской семье состоялся конструктивный разговор о будущем моего внука и его супруги. «Мы поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь как молодая семья. Конечно, мы бы предпочли, чтобы они оставались представителями королевской семьи, но мы уважаем и понимаем их желание стремиться к независимости. Они остаются ценной частью королевской семьи», — сказала королева после семейного саммита в Сандрингеме. Тогда поклонники посчитали герцогов безответственными людьми, которые не хотят работать и предают идеи британской короны. Однако в своем новом документальном сериале сосекские опровергают это заявление, они не хотели отказываться от своих королевских ролей ради того, чтобы заниматься своей личной жизнью.